Всем привет! Мы вас приветствуем на скальной тропе. Мы сюда, к сожалению, больше не приедем. Это очень красиво. Вот это всё гигантское, нечеловечное. Не устанем говорить, какие это масштаб. Чувствуешь себя просто букашкой среди машин. Всем привет! У нас начался новый день. Я в очках, у меня сломались линзы, точнее, порвались. Конечно же, я новые не взяла. Ну а сегодня мы едем в историко-кроеведческий музей. Здание, по крайней мере, по фотографиям, очень красивое. Я думаю, мне там понравится. Решили ехать на автобусе. Автобус нам нужен 3Б. Заодно я вам покажу, как здесь всё обустроено. Вот сейчас мимо проезжает 3А. Две остановки подряд. Мусорки, лавочки. Крыша. Солнышко не даёт покоя. Тенька совсем никакого нет. Только за остановкой. Ну и кому интересно, это обменник. Надеюсь, видно сцены. В общем, нам повезло. У нас низкопольный автобус. Автобус выглядит вот так. Когда отсканировали QR, можно выбрать тариф. Детский, взрослый, детский и взрослые. 200 тенге. На некоторых остановках есть даже вот такое табло. Единственное развлечение у ребёнка, казалось, это расстёгивать и застёгивать свои ботиночки. Так, надо протереть ходу. Мы вышли с автобуса и немножко офигели. Это что такое? Это называется, да, я скажу, что это называется, арык. Один вопрос. Зачем он в Актау? Здесь воды нет. Это зачем тут? Типа, вдруг вода появится, вдруг... Стоп. Офигеть. А нам, кстати, вот туда, да? Вот он. Смотрите, дошли мы до пешеходного перехода. А вот здесь вот так вот просто бросили. Ну, типа, и так пропрыгать можно. Супермаркет Дина. Ромка что-то раскричался. Люк торчит. Просто посмотрите, как много всего строится. При подходе здесь нас встречают вот такие лавочки. У них уже немножко поотваливалась плитка. Качели. В грустном немного состоянии качели. Ну что ж, бывает. Видимо, никто не катается на них уже давно. Ну, застройка. И вот он музей. Да, вы только посмотрите, какие огромные территории. И никого здесь нет. Всё, ну, более-менее облагоустроено. То есть, приходи, развлекайся. Вот тебе растения, вот тебе лавочки. Вот такая лавочка. Вот такая ещё одна качелька. Но никого нет. Просто не туши. А домики тут стоят прям красивые. Смотри. Обычная, свежая, дешёвая, самая застройка. А мне нравится. Это симпатично. Слушай. А это что такое? Так я тот же вопрос задавал. Здравствуйте, меня зовут Жанна, я библиотекарша. Это у нас областная библиотека, у меня Кабибула, Садыникова. Есть у нас ещё городская, в Мёртоме Кровении. У нас есть детская обедение, юношская, и взрослая. То есть, это всё свободного посещения? Мы просто заходим, что нужно? Конечно, в 9 и до 7 часов вечера мы работаем без обеда. Почти каждый день в своём понедельнике. Вау. Ого. Я о таком даже мечтать не могла. Это Абонентская, там читаемый зал у них. Здесь хроников. Там есть славянский, итальянский, корейский, итальянский, корейский, китайский. Не знаю, много чего. Наш художник присутствует. Вау. Дальше вы всегда пройдёте и отсюда. Пусть там не пройдёт. Ахмед, спасибо вам огромное. А сейчас ещё и лико, а ещё и лико. Вот ещё. Так расскажи, как тебе библиотека? Да замечательная, крутая, прекрасная библиотека. Это очень круто. Это отличные идеи. Это много новых мест, где люди могут посидеть. Там всё такое. Это всё круто, но там нет никого. Там нет вообще никого. Тут должны были работать фонтаны. Но их здесь нет сейчас. Сейчас, может быть, будут чуть попозже. Тем временем мы прошли половину пути от библиотеки и подходим к музею. Тем же, что они натворили в Астане. Они делают огромное расстояние между зданиями. Вот это всё гигантское, нечеловечное. И мы идём от одного здания к другому. Ну, долго. То есть от остановки сюда мы идём долго. Всё слишком огромное. Всё для плана, для красивых делается. Мы добрались. Я расстроилась. Мы ехали сюда столько остановок. Я второй раз не поеду. Мы сюда, к сожалению, больше не приедем. Мы ехали столько остановок, чтобы узнать, что здесь сейчас дезинфекция происходит. И ребёнок плакал всю эту поездку. Сюда добирались. Кошмар. Ой, кошмар. Ещё же обратно ехать. От кого дезинфицировать? Там нет людей. Кстати, да, непонятно. Если людей сюда ходит настолько мало, зачем проводить дезинфекцию? Простите нас. Мы, конечно, не градостроители, но здесь происходит всё то же самое. Вот нам можно сейчас переходить? Я не знаю, можно нам сейчас переходить? Ну... Я не понимаю, я не вижу светофор. Я вижу, и он с той стороны есть, а здесь я должен смотреть на светофор машин, наверное, или как? Вот это меня удивляет больше всего. Но зачем тогда он с той стороны существует? Вот с той стороны есть светофор для людей. Здесь светофора нет. И непонятно, стоять, ждать, или вообще что происходит дальше. Вот здесь опять вот эти бесконечные съезды для машин. Не для людей. Ты чувствуешь себя просто букашкой в огромном... Вот ещё и вот так вот попрыгаем, и вот здесь сейчас попрыгаем. Ты чувствуешь себя просто букашкой среди машин. А здесь подъезда нет для коляски. Они делают абсолютно новый город, не подходящий для людей. Для машин, да, для людей нет. Только посмотрите, какая огромная площадь под автостоянку. А это супермаркет Дина. Вот в него мы, кстати, и идём. Так, мы попали в супермаркет. Это всё кассы. Это вход. И вот здесь камера хранения. Также прям при входе есть различные банкоматы. А ты будешь пить? Будешь пить? Держи. Вот это масштабы. Я давно в таких магазинах не была, в таких огромных. Это прям гигантские гипер. Какие палочки? Это те вкусные палочки. Кстати, цена хорошая. Мы вчера... Я их вчера видела в магазине, они были дороже, да. Вот они как раз потрясут. Давай корзинку возьмём. Не корзинку, а тележку. О, здесь тетя прям, правда? Хочешь сластёну? Сейчас возьмём. Тут как будто бы очень дёшево. Ну я тоже так подумала. Возьмём мельный пузырь за 89? Возьму. Так, давайте посмотрим по основным ценам. Сашистки за 900 килограмм. Слушай, а это не по картам? Ничего такого, что, например, по карте вот такая цена? Это просто акция, я так понимаю. Махеев. И нет такой цены. Сколько? 380 грамм? 347. Нет такой цены. Сластёна? 239. Хрутка? 329. Правда, это маленькая пачка, но ничего страшного. Так положи, на, держи мыльные пузыри к себе в корзину большую. В магазине просто огромный выбор всего. И детских игрушек, памперсов, смесей, детского питания. Давайте вот посмотрим, сколько стоит порошок здесь. Так, давай 4,5 килограмм для всех типов. Это детский. 7,64. Маски различные, всякие корзины для хранения. Столик для кукол. Е-мое. 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 Тут даже одежда есть. Ну вот возьмём, например, для мальчиков какой-то костюмчик с штанами. Да? Да, это детская пижама. 3,800. Кофточки и футболочки. 949. Тут даже обувь есть. Различные чашки, тарелки я показывать не буду, потому что они есть абсолютно в каждом супермаркете и гипермаркете. Да, я понимаю, есть деревня. Меня удивляет, что здесь есть одежда и обувь. Вот такое ещё здесь есть. Вот такое вот. Такое. Вот такие тут два человека есть. Ну сделай так. Ой, как мило. Кофе. Кофе, кофе. Что у нас тут почём? Растворимый 95. 1229. Это я так понимаю, вот оно, да. Так. Чипсы. Со вкусом краба 559. Вот они, гении, которые делают вот такие игрушки на фоне детских маленьких ручишек. Вы смотрите? Всё это можно очень легко достать. Здесь стоят 4905. Сникерсы, триксы, баунти. Всё это по одной цене. У нас побег. Побег у нас догоню. Как аккуратно это всё сделано. Как это всё красиво выглядит. Сейчас поближе подойдём, покажу цены. Кабу 124. Дыня 289. Картошка фасованная 219. Лук 159. Морковка немытая 236. Так, я устала повторять цены, так что вот, смотрите сами. Тыква 219. О, какая большая картошка. Смотрите, она просто огромная. Интересно, это местная? Картофель молодой. Помидорки на ветке. Сливовые. Так, аккуратно. Слышишь? Гвоздики там. Огурцы 435. Перец 319. Вот яблоки. 600 рублей. 635. 562. И 599. Сейчас пройдёмся ещё и по готовому отделу. То, что лень, а ещё это и выходит дороже в какой-то степени. И ходить по кафе тоже дорого. Поэтому мы решили что-то иногда покупать из готового. Убегает от меня и всё. Так, давайте я вам покажу то, что мне нравится. Вот салат винегрет 129. Давай, наверное, немножко. Давайте, да. Салат хуторок 225. Селёдка под шубой 193. Рома, ну-ка, иди сюда. И оливье 175. Цена на макароны Султан. 1,6 килограмм 1601. Различные колбасы. Папа может. 2,813. Вот такая. 3,200. Мои заглядываются на мясные. О, что выбрал? Показывай. Я не знаю, мы это всё делали или нет. Всё-таки за... Да я думаю, да, нам же здесь ещё несколько дней жить. А что цена? Где вот это вот? 1,838. О, моя, не пойдёшь. Я его сейчас выкину куда-нибудь. Хоть мы и обижали быстро всё, только лишь потому, что мы за несколько дней очень устали. Ноги у нас. Выбор здесь еды и всяких напитков, всяких снеков просто огромный. В общем, набрали всякой неполезной фигни. Из полезной у нас получилась только вода. И то простая, и не газеронную тишину. Такой банкомат, постамат, Каспи, всё есть. Заказали уже такси. Сейчас через 2 минуты он приедет. Мы пока что его будем ждать. На самом деле очень обидно, что у нас не получилось попасть в музей. Хоть бы где-нибудь была какая-нибудь информация про то, что у них будет санобработка. Потому что, ну, мы ехали так долго. Ну, а у нас уже подъехало такси. Мы приехали домой. Сейчас нашей дружной компанией поднимаемся по лестнице. У меня теперь новый метод по выматыванию ребёнка. Он теперь шагает сам. И поднимается сам на 4 этаж. Что помогает нам быстрее его ухайдокать, и он засыпает лучше и быстрее. Всем привет! Мы вас приветствуем на скальной тропе. Я правильно сказала всё? Да. В общем, мы идём не от начала, потому что, ну, нам неудобно будет. Здесь нет пандуса. Спуска для колясок и инвалидов не предусмотрена. Поэтому мы идём от середины. То есть вот этот участок мы сейчас пропустили. Вот где-то здесь мы находимся. И вот это вот попробуем всё пройти. А море уже прям вот тут. Давай посмотрим он ещё вон тут. В общем, что запрещается? Это не запрещается. Разрешается оставлять плохое настроение где-то там сзади. Понял? Это тебя касается. Да. В общем, вот. Не дразнить слохлеское чудовище, потому что оно может цапнуть за ляжку. Конечно же, распивать спиртное, потому что на ступеньках может быть очень опасно. Ну и, само собой, разумеющиеся. Вот. Начали наше восхождение. Я смотрю аккуратно под ноги. В камеру я не смотрю, поэтому я не знаю, что вам будет видно, а что нет. Все в комментариях писали, что ступеньки очень скользкие. Поэтому будьте аккуратны. Вот. Клёво. Особенно я очень люблю таскать коляску. А потом обратно с ней же подниматься вверх. Мы идем в наши дружные компании. Я очень рада, что мы сюда приехали. Здесь очень красиво. По крайней мере, пока что первые 500 метров. Вы только посмотрите, какие здесь лавочки. Они просто из сруба. Да. Смотрите, как красиво. Это то, куда мы пойдем. Это то, откуда мы спустились. И это то, куда мы не пойдем. А это, как говорит Владик, причал. Так, вот мы дошли до первой лесенки. Как муж сказал, видимо, зря мы взяли с собой коляску. И здесь открыт спуск к морю. То есть, вот если тут все это ограждено, то здесь все открыто. Я так понимаю. Да, тут даже нет запрета. Смотри, я не пишу. Просим соблюдать осторожность при купании. То есть, можно, но только осторожно. Да. И вполне, кто хочет, тот идет купаться. Вот, вот. А, у меня, кстати, купальник с собой. Но нет, ночью я в камни не полезу. Мне очень страшно. А еще здесь есть мусорки. Везде. Поднимаемся дальше. Смотрите, это очень красиво. Здесь, снизу, вот такие огромные камни. Короче, тут огромные валуны. Вот к ним прям спуск организован. Мы вот оттуда пришли. К ним он прям спуск, спуск. Я таких огромных камней в жизни не видел. Они размером вот этот, особенно, наверное, с машину даже больше. В общем, мы шли-шли. Смотрите, здесь еще есть спуск вниз. Там гора, скала, точнее. Сейчас все покажу. Так, вперед. Тут все капает. Какая красота. Смотрите. И сейчас попробуем туда пройти. Туда, вовнутрь. Здесь сединка. И тут там бум. Муж фоткает. Так, идем. Вон там мы выбрались из этой микро-пещерки. И смотрите, какой здесь валун. Владик, а встань поближе, пожалуйста. Какой здесь валун. Так. Его тоже подсвечивают. Огромный. Просто здесь лежат огромные камни. Конечно же, мусорки стоят везде. Все чистенькое, все убрано. Вау. Вот смотрите, я сейчас включила вспышку. Здесь еще вот такая тропинка. То есть здесь она уже не так подсвечена. Здесь уже не так подсвечена. Тоже есть скамеечка. Здесь просто плитка. И мусорки, конечно, стоят. То есть тут уже прям вот прям наедине с природой. Кстати, вот именно вот эта плитка очень скользкая. Не устанем говорить, какие это масштабы. Как это все здорово, красиво выглядит. Мы маленького говнюка посадили в коляску. И вот здесь еще вот так. Будьте аккуратны. У перил посередине нету никаких защитных штук. То есть с маленьким ребенком здесь довольно опасно. И вот такие моменты тоже есть. То есть вот камень. И раз. Просто спуск в никуда. Просто можно навернуться так, что ай-яй-яй. Поэтому с малышами будьте предельно аккуратны. Третье. Здесь есть просто ступеньки, просто в камне. И там море. Блин, это классное решение. Как муж сказал, они все равно понимают, что все будут ходить. Хотя бы и сделали вот так, где знают, что точно камни устойчивые. На одном из участков этой тропы нам дали прям поближе подойти к ним. К этой скале. Если честно, мы уже изрядно вымотались. Хоть и не прошли даже половины. Я тащу ребенка, муж тащит коляску, и мы устали оба. Вот. Нас ждут снова вот такие вот ступеньки. И вот еще столько впереди. Встретили надпись. Там было написано. Впереди нас ждет пещера и родник. Так что у нас есть теперь цель. И мы... У нас нет цели. У нас нет выбора. Там некуда идти просто. Нам что вперед, что назад идти одинаково. Так что мы идем хоть куда-нибудь. Вот смотрите, как здесь красиво. И вот еще вот такой выход. Тоже к камням и в море. И дошли вот до такого участка. Снова повторюсь. Очень скользкая плитка. Она не то, что очень скользкая, она как каток. Да, мега скользкая. Как в зиму, когда идешь по накатанному снегу. Ребенок сидит в коляске. Он туда-сюда, туда-сюда катается. Но надеюсь, дальше будет только лучше. Смотрите, я так понимаю, это и есть пещера. Небольшая. И здесь вот такие вот статуи стоят. С человеческий рост, видимо, уже немножко пошарпанные. Камни под ногами. Такой шар. И вот еще две скульптуры. Единственная кафешка, которую мы нашли, это вот Капитан Стритфуд. Капитан Каспиан. Капитан. А слово Каспиан. Да, это Каспиан. Каспиан Стритфуд. Единственное, что мы здесь нашли, это один из самых дорогих отелей на Каспийском море. Друзья, товарищи, мы дошли до пещеры, но она оказалась закрыта. На камнях сидит. Какая красота. Я хочу быть такой же худенькой. Не бойся. Ребята, мы прошли уже 50 тысяч таких подъемов. И нам остался еще последний. Или последний два. Короче, мы ужасно устали. Ребенок хочет спать. Здесь, вон, можете посмотреть, видно съест пандус, но мы им не воспользовались, так как у нас Ромарио уже хочет спать и будет кричать даже в коляске. Дорогие друзья, мы дома. Мы доехали на такси домой. Сейчас Ромарио будет плавненько кушать, купаться и спать. Ну а мы так устали. И что самое обидное, сколько мы таскали Ромку, сколько мы таскали коляску. Мы не потратили калорий даже за утреннюю. Съеденную на утро пиццы. Съеденной на утро пиццы. Кошмар. Только дома Ромка немножко развеселился. Надеюсь, ночь пройдет замечательно. Всем пока. Хлоп, хлоп.